Всем привет, с вами Синк. Сегодня разберем новые трейлеры, заодно подкину вам несколько теорий и занятных мыслей, которые накопились с прошлого раза. Поехали! Спот с сюжетом Линши все ясно даже по тем двум с половиной кадрам, которые показали в трейлере к версии 2.5. Ей придется дочистить комиссию по алхимии от Sanctus Medicus, при том за остатками секты стоит кто-то из ее родственников Видьетхар. Эта мысль имеет две предпосылки из сюжета 2.4 и скрытого диалога. Линша рассказывала, что ее учительница заметила следы секты в комиссии по алхимии и хотела пресечь проблему на корню. Но при этом она совершенно не разбиралась в политике, и поэтому по ложному доносу их вместе с Линшой изгнали на Джумин. При том, ни много ни мало, шквариться об это дело пришлось Зиньюаню. И тут возникает вопрос, кто на Лофу имеет такие рычаги влияния? Тут я сразу вспомнил скрытый диалог, который заметил только на второе прохождение. Там прибегал некий Шихун, посланник мудрейшего Таужаня, и крайне душно мучил главного алхимика на тему встречи с новым мастером котла, да к тому же предлагал взятку и вообще вел себя крайне некрасиво. Теперь все встало на места. Мудрейшим и называют старейшин Видьядхар. Значит, у него достаточно политического веса, чтобы выкинуть на мороз даже прошлого мастера котла. Но сейчас Санктус Медикус разгромлены. Линша только пришла на пост, и ее подмазать не получится, поэтому Таужань решит убить родственницу. Сорян за спойлер. И что особенно хорошо, все это связано с главным сюжетом, ибо невидимые уродцы, которые помогли при побеге Хулея, те самые подсосы Фонтилии из старой сюжетки Лофу. Пока Линша будет крушить остатки секты в чешуйчатом ущелье, Фэйсяу отправится разбираться с борисинцами на улицах Лофу. Заодно вспомнит былые времена Сьюйкун. Тут ничего интересного, разве что кроме полной катсцены в сюжете, я надеюсь. В это же время Хулея нападет на стадион, где проводится церемония боевых искусств, а наши бравые малышарики попробуют его остановить. Превью версии в любом случае дало нам огромный спойлер, и весь вопрос в том, Фэйсяу накроет лунным безумием до того, как она убьет Хулея, или после. В трейлере присутствует миленькая маленькая обманка. Хулей лапой разбивает что-то ледяное на своем теле. А в миллисекундном отрывке чуть позже мы видим Цзэн Лю, но я уверен, что это флэшбэк. Тут Хулей перед гибелью видит безумный взгляд Фэйсяу, затем бросок копья Даньхэна, но это не из прошлой сюжетки, и наконец Цзэн Лю. Выглядит скорее как ассоциативный ряд. Тем более вставить ледяную палку в Хулея как минимум могли и Март-7, и Янчик. Перейдем к сладкому. Нам показали винт лорда. Вот эта ветряная собака, то же самое, что и Лайт-Лорд у генерала. И я надеюсь, что вы меня простите, но эта шутка очевидно напрашивается. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки, да, и кстати, я будущий Хакаги. Если без шуток, то связь действительно чувствуется. Ибо и у Наруто, и у Фэйсяу одинаковый элемент, схожий набор способностей, Рызинган и ее призывной дух уж очень смахивает на Кураму. Но к черту отсылки, у меня есть две теории по поводу духов, относительно равноценные. Либо дух является настоящим эманатором, либо дух это что-то типа краеугольного камня десяти каменных сердец, а единственный эманатор это адмирал. Но честно говоря, я склоняюсь к первой теории, и у меня есть даже пара уточнений по поводу нее. Мы знаем, что Лайтлорд был передан Цзиньюаню по наследству прошим генералам, и этот дух по-настоящему стар. В трейлере «Стрела в погоне за звездой» ветряной лист появляется у Фэйсяу, только когда она стала генералом, что косвенно подтверждает наследуемость и остальных духов. Заодно понятно, как они активируются. Когда Фэйсяу собирает силы, энергия ветра бежит по ее кровотоку, и в момент заполнения татухи на спине появляется винт Лорд. Жаль, что в сюжете не раздевали Цзиньюаня для нас. И мне кажется, что одной татухи мало. Для управления уже призванным духом требуется качественное оружие. У Фэйсяу это двуручный топор, который буквально материализуется. А у Цзиньюаня это глефа, и оружие действительно невероятное. Я понимаю, что генерала принято считать немощем как минимум по трем причинам. Во-первых, он не выделялся по силе в своей команде, только все чет забывая, что Цзинью – лучший мечник тысячелетия, а Пожиратель Луны был потомком Эона с наиболее сильным влиянием крови. Да и в целом Видьядхары суперсильны. Во-вторых, мы не видели ни одного файта, в котором Цзиньюань бы показал настоящий разъеб. Хотя, в отличие от того же Вельта, он один раз пофлексил. И в-третьих, ему припоминают лузец от Фонтилии. Только все забывают, что в тот момент она была Эмманатором Разрушения с телом Эмманатора Изобилия. Считайте, два в одном. К чему я все это? Глефы Цзиньюани весят 13,5 тысяч цзиньей. Это почти 7 тонн. Как мне подсказал Фарлорд из Дискорда, это вполне вероятно может быть отсылочкой на знаменитый посох Сунь Укуна, Царя Обезьян. Я думаю, что каждый лорд олицетворяет какую-то стихию и аспект охоты. В случае Цзиньюани это молния и физическая сила. В случае Фэйсяу это ветер и скорость, хотя она, блин, даже взлетела в трейлере патча. И только не говорите, что у вас не было желания включить эту песню при первом просмотре. Главной загадкой остается Хуаянь. Очевидно, что его дух огненный, А вот какие обилки он дает, кроме Ковки, непонятно. Жду ваших предположений в комментариях. Быстренько пройдемся по оставшимся деталям других трейлеров. Буквально первый кадр предыстории Фэйсяу говорит о том, что все предположения из прошлого ролика были верны. Это Япросет, Храбрость Ветра, Шлемы идентичны. Так что это действительно история о том, как прошлая генеральша взяла под крыло Фэйсяу. Концовочка говорит о лунном безумии и его влиянии. Некий спойлер к тому, что Фэйсяу снесет крышу. Но меня смущает то, что олицетворение этой болезни очень напоминает ее Ветряного Лорда. С другой стороны, оно также похоже на коллективное изображение Борисинцев, которые на нее напали, что намекает на генетические корни. Надеюсь, в сюжете раскроют. В текстовом варианте появилось описание способностей Моссе, заодно там есть пару слов о его прошлом, и оно какое-то мутное. Следите за руками. Его воспитали оставшиеся члены Санктус Медикус. Их всех убили. После этого Фэйсяу взяла его под свое попечительство. При этом в сюжете было упоминание, что он сидел. Мне кажется, что либо он врет, либо Фэйсяу хотела вырастить из Моссе убийцу, который остановит ее во время лунного безумия. Странно, в общем. Еще бы мне хотелось вернуться к разговору Юйкун и Фэйсяу. Я вот что подумал. Вокруг генерала и Борисинцев раскрывается тема лунного безумия. И именно Фэйсяу приносит новость о том, что Жуан Мэй нашла и спасла Тиньюнь. Но при этом Жуан Мэй девочка с шилом в попе. И любит генетические модификации. Да и крафтинг в этой теме. А что если подчиненная Тиньюнь сможет превращаться в огромную лисичку и полностью овладеет лунным безумием? Ну, положа руку на сердце, никто же из нас не верит в этичность Жуан Мэй. Особенно после истории с эмманатором распространения. А такую фигню с Тиньюнь она могла просто по приколу сделать, раз подвернулась удобная возможность. Считайте это рабочей гипотезой. Раз уж мы рядом с темой гениев, хочу пересмотреть один тезис из теории про то, что Химика это полька Какамонт. Все крутится вокруг Герты. Мы помним, что единственным персонажем, не считая гениев, с которым интересно общаться Герти, является Химика. И Рыжая каждый раз приносит Герте какие-то увлекательные штуки. Я думал, что это просто признак высокого интеллекта Химика. А потом я понял, Герта единственный персонаж в сюжете, который является эмманатором эрудиции и лично встречается с Нус. Что если она связной для полики? Это же многое объясняет. Хоть и звучит крайне смело. Вообще надо сесть и обновить теорию, сложив все частички воедино. Но не сегодня. Напоследок хочется обратить внимание на реплики Дзяо-Дзю. А если конкретнее на те, что связаны с Сушан. Напомню, что она тоже родом с Яо Циня. И Лис знает ее с младенчества, да еще и упоминает Суи, матушку Сушан. Любители импакта пустили скупую слезу. Уж не знаю, можно ли считать это тизером, но при пополнении отряда Дзяо-Дзю замечает, что Сушан уже владеет величайшим сокровищем предков. Хотя мы знаем, что, мягко говоря, справляется она с мечом с трудом. Но такие вот микро-моменты разжигают интерес к будущему раскрытию персонажа. А вот в реплике про Фу Сюань упоминается флот Юй Це, который, видимо, довольно высоко котирует Нус, Эоны Рудиции. Правда, по описанию, там не Син Джоу, а какой-то класс превосходства или Игра Престолов. У меня сегодня какой-то видос защиты персонажей. Лисик упоминает, что, не странно то, что Юн Ли самый молодой член Актета Огненного Колеса, по владению мечом она не уступает остальным в Актете. А по последнему сюжету можно смело говорить, что Ян Цинь примерно на том же уровне. Актет, конечно, не дотягивает до Квинтета, но тоже более-менее прославленная команда. Надеюсь, что силу Янчика и Юн Ли продемонстрируют против Хулэя. Хотя, понятно, что они проиграют. А еще меня каждый раз триггерит любая информация о Хуаяне. Но то, что он самый непостижимый генерал, я и так знаю и понимаю, сделайте деда играбельным. Напоминаю, что новые ролики бесплатно размещаются на Бусти. Не забывайте подписываться на Твич и Телегу, чтобы мы не потеряли друг друга. На этом все. Напомню, что патч выйдет на день раньше, во вторник. Спасибо за внимание и поддержку. Всем удачи на крутках Фейсяо и тройном Реране. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok